Всем пламенный привет! Рад вас видеть на канале Дота Юниверс. История предметов – это ветка, которая позволяет узнавать подробности о происхождении артефактов Доты, чем мы и занимаемся не в первый раз. Если вдруг вы не видели прошлые два выпуска, то смело переходите по аннотации сверху, либо прямиком в плейлист, который я добавил. Если вы захотите посмотреть, то обязательно найдёте. Итак, стоит сразу проговорить вступительную речь. Многие артефакты в Дота 2 отсылают к мифам и легендам реального мира. Valve постарались разнообразить лор вселенной и добавили некоторым предметам короткие, но интересные описания. Думаю, что каждый из нас сможет подметить что-то интересное. Давайте же начинать. Третья часть истории предметов. Новый батл пасс просто создан для выкачки денег. А всё потому, что имморталке больше нельзя крафтить два левела. Но всё же у вас есть возможность апнуть боевой пропуск всего за несколько сотен рублей. Ведь на Тесте Дроп можно выиграть паки уровней сразу на Бэби Инвокера, Голого Акса и даже на 2000 уровень. Когда вам выпадает пак, Тесте Дроп просто зачисляет баланс на Steam, а вы уже сами решаете, на что его тратить. Залетайте по ссылке в описании прямо сейчас, пополняйте баланс промокодом, который видите на экране, и получайте халявный сундук боевого пропуска с гарантированным призом. Ну и, конечно, плюс 15% к пополнению. Тесте Дроп. Шансов больше, чем у Габена. Пожалуй, стоит открыть такой интересной и дешёвой вещицы, как Блайтстоун. Описание данного предмета гласит, лишающий стойкости камень, обнаруженный на полях Вечной Бойни. Переносимся на эту локацию. На полях Вечной Бойни раскинулся город Квойдж. В этом некрополе неопрятные мясники соседствуют с настоящими мертвецами. Одного мясника вы прекрасно знаете. Это наш любимый пудж. Но я вас хочу познакомить с ещё одним жителем Квойджа. Мёртвый боксёр Тристан. Хаотично продолжаем. Разберём четыре предмета, которые завязаны на демонах. По порядку, урна. Содержит пепел могучих демонов. Нам много чего известно про демонов. Это одна из самых прописанных рас в нашей любимой игре. Но так как мы не в рубрике, посвящённой расе, то будем говорить по делу. Можно смело заявить, что демон обитает как в наземном мире, так и в загробном. Демоны общаются на языке Аскавош, как и на общепринятом. В данном случае речь идёт про могучих демонов. О каких конкретно, конечно, не сказано. Возможно, речь идёт про демонов катаракты, а возможно и вовсе о тех, которые блуждают только по семи кругам ада. Но я вас заверяю, речь точно не идёт про владык демонов, ведь они являются правителями расы демонов. Именно владыки создали множество законов и обрядов во всех семи кругах ада. Апгрейдим урну и получается спирит весел. Описание гласит «Сотворена богом, желавшей изловить душу остальных». Наверняка вы догадались, что под словами «изловить душу остальных» имелось в виду души демонов. Найти того бога всё равно, чтобы плюнуть в небо. Ведь нам известно как минимум 15 божеств из старого пантеона. То есть те, которые уже были издавна прописаны сценаристами. Но с приходом Марса это всё очень быстро поменялось. Бог войны не только хочет свергнуть хорошо знакомых нам богов, он также хочет обосновать свой новый пантеон. По всей видимости, скоро герои доты будут молиться как в «Игре престолов» – старым и новым богам. Посмотрим, что в дальнейшем предпримут Valve. Ведь по последним репликам нетрудно распознать тенденцию, которую задал разработчик. А именно стереть национальных богов и объединить всех. То есть римские, греческие и даже китайские будут состоять в одном пантеоне. В общем, ждём Инта. События, которые там будут разворачиваться, определят весь будущий сюжет нашей любимой вселенной. У нас остались ещё два предмета, которые напрямую зависят от расы демонов. Это Некрономикон и Орхид Малевиленс. Священная книга некромантии и демонологии, в которой заключена мощная тёмная магия. Скорее всего, название Некрономикон – это отсылка к вымышленной книге, придуманной Говардом Лавкратом. И часто упоминаемой в литературных произведениях, основанных на мифах Ктулху. Однако первоначальное название книги было Аль-Азиф. В арабском языке это словосочетание означает звуки, издаваемые цикадами, которые в фольклоре часто именуются как «беседы демонов». С очень большой вероятностью, эта книжка прямиком попала в архивы Ультимира, и потом уже перекочевала в потайную лавку. Ультимир – это основная библиотека мира Доты. Вероятно, она создана под отдельное здание. Именно эту библиотеку я упоминал в прошлых роликах, когда мы обсуждали расу драконов. Обзор также есть на канале. Вы не подумайте, что Ультимир – это просто библиотека, состоящая из обычных книжек и рукописей. Там хранятся очень таинственные и могущественные трактаты, о которых нам не следует знать. Что касается последнего предмета, то в Орхид Малевиленс заключена сила огненного демона. Именно его душа раскрывает всю сущность данного артефакта. Итак, давайте к более дешевым предметам – топорик. Описание гласит – топор павшего гнома, позволяющий с легкостью пробираться сквозь лес. С этого места поподробнее. Открыто нам никто не говорит о том, что раса гномов существует. Гномы, конечно, могут вызывать ассоциацию с кинфолками, а по-нашему – смышленцы. Именно так перевела русская локализация. Тут очень важный момент, ребят. Дело в том, что до сих пор непонятно, раса смышленцев является собирательной или нет. То есть, проще говоря, входят ли гномы или гоблины в эту самую собирательную расу. Наверняка вы зададите разумный вопрос – почему приплетаешь и гномов, и гоблинов? Слушаем ответ. Реплика Марса к алхимику. Второй момент. Стоит учитывать тот факт, что описание этого предмета было прописано очень давно. Возможно, они и не планировали создавать собирательную расу, а может быть и хотели. Нам же никогда ничего не скажут в открытую. Вот такой интересный факт о топорике. Так что, покупая предмет, вспомните о его происхождении. Следующие два предмета также являются недорогими. Это мантия и цирклетка. Мне показались их описания очень интересными. Итак, прекрасная сапфировая мантия, которую королевы носили из поколения в поколение. И сразу зачитаем описание второго предмета. Дальше об этом ещё поговорим. Элегантный браслет, предназначенный для человеческих принцесс. Вот в чём разница. Сапфировая мантия была предназначена для королев. Волшебниц или людей – это не указано. А вот в цирклетке чётко прописано, что этот браслет носили человеческие принцессы. Спешу вас порадовать или огорчить, сапфировая мантия никак не связана с сапфировым советом. Просто цвет для мантии интеллекта выпал на сапфировый, и всё. Следующий предмет – Юл. Описание не такое колоритное, но может показаться интересным. Мистический скипетр, прошедший сквозь века, позволяет призывать на помощь силу ветра, которая может быть использована как с добрыми, так и с плохими намерениями. Касаемо названия этого предмета. Есть очень интересный факт. Из перехода первой доты во вторую, название артефакта никак не поменялось, потому что сам предмет – это отсылка к имени создателя самой первой карты защиты древних. Некий игрок Юл в 2003 году создал её, взяв за основу одну из кастомок Старкрафта. Давайте также озвучим предметы, где фундаментом стали камни. Мека. Описание гласит – сияющий алмаз собранный из разных частей, которые почему-то прекрасно объединяются. И второй предмет – это Мифрилхаммер. Молот был выкован из чистого мифрила. К сожалению, больше ничего про него неизвестно. Следующий предмет – это Манки Кинг Бар. Чтобы полностью раскрыть этот предмет, стоит вернуться в патч 7.00, где нам представили новые герои, а также два комикса. Давайте заглянем в один из них. Сунь Укун искал себе достойное оружие, но на суше он не смог его найти. Тогда он прыгнул в воду и начал прибираться к низинам океана. Спускаясь всё глубже, он обрёл на Тайт Хантера, который начал льстить нашему герою, воспевая его умения и воинские почести. Тайт знает, где найти сокровенное оружие для короля обезьян, но оно находится в глубокой бездне. У основания тюрьмы – тёмный риф. И вот Сунь Укун доверился Левиафану и начал держать путь во мрачные воды, дабы найти спрятанную тюрьму. Спустя время он наконец смог отыскать тёмный риф, и подле него он увидел застрявший посох, именуемый как Дзиньгубан. Как только Сунь Укун вытащил посох, оружие приняло неимоверные размеры, и король обезьян ненароком пробил брешь к глубоководной тюрьме. Вскоре он смог подчинить себе посох и вернул его к удобному размеру. Но было уже поздно, ведь все узники тёмного рифа воспользовались возможностью сбежать. Сунь Укун решил исправить свою ошибку и отловить опасных преступников, которых только знавала суша и вода. И он справился с этой задачей, вся дюжина снова была заточена в тюрьму. Но один преступник смог незаметно ускользнуть из поля зрения Сунь Укуна, это был Сларк. Конечно, Тайдхантер знал о возможностях Дзиньгубана, и именно такого исхода он и добивался. Зачем ему нужна была свобода Сларка до сих пор неизвестно, но сейчас вовсе не об этом. От любителей лора не скрыть тот факт, что Манки Кинг Бар на самом деле именуется как Дзиньгубан. Ну и давайте рассмотрим парочку предметов, которые не имеют за собой богатую историю. Это Кларити. Чистая вода, повышающая способность к медитации. Ничего особенного. Дальше Смоки. Единственный достойный вклад волшебника Шарлатана Мердина в колдовское искусство. Звучит описание очень интригующее, но это вся информация, которая есть про Шарлатана Мердина. Посмею предположить, что он умер очень давно. Так называемые носочки. Лёгкие ботинки, сделанные из кожи паука, обостряющие ваши ощущения. На самом деле про расу пауков можно сделать отдельный ролик. Если вдруг вы заинтересованы, напишите в комментарии. Ну и закрывашкой пусть будет роба. Это одеяние разлагает душу владельца, но в обмен дарует мудрость. Описание не имеет огромную смысловую нагрузку, но кому-то может показаться занимательным. И это уже хорошо. Вот и подошла к концу третья часть истории предметов. Надеюсь, что вам было интересно. Если это действительно так, то прожимайте лайки и подписывайтесь. Если вы щедры как никогда, то покажите это видео своим друзьям. Возможно, они также заинтересованы в лоре нашей любимой вселенной. Напоследок хочу сказать простые, но очень важные слова. Спасибо вам, ребята, что вы со мной. До самых скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok